В 2006 году российский КАМАЗ и американский КАМИНС основали совместное предприятие, нацеленное на выпуск дизельных двигателей для камских грузовиков. Главным хитом, что составил серьезную конкуренцию КАМАЗовскому V8, оказался шестицилиндровый агрегат серии ASB-E объемом 6,7 литра. В иные годы рядной шестеркой оснащались 9 из 10 самосфалов КАМАЗ 65115. Сам мотор хотели полностью локализовать, но успели только на 60%. В России изготавливали блок цилиндров, головку блока, коленвал и многое другое. По официальным данным российскую прописку получили 110 позиций из 300. При этом производственной мощности СП КАМИНСКАМА позволяет изготавливать до 40 тысяч моторов ежегодно, то есть полностью обеспечить потребности КАМАЗа. Правда, в реальности этими дизелями оснащались от 20 до 40% выпускаемой автогигантом техники. После начала украинской спецоперации из набережных Челнов стали приходить крайне противоречивые сведения. Дескать, предприятие продолжает работу, но вскоре сменит название на КАМА-дизель. И действительно, как рассказали телеканалы Автоплюс работники предприятия, имея достаточное количество компонентов на своих складах, СП по-прежнему собирает двигатели американской марки. Но официальных комментариев по этому поводу никто не дает. И только гендиректор челнинской компании РИАД Владимир Пономарев заявил изданию Вести КАМАЗа, что компания КАМИНС вышла из состава совместного предприятия. По информации управленца, поставки моторов на грузовой конвейер прекратятся как только будут выработаны складские запасы комплектующих. А дальше КАМАЗ рассматривает возможность установки китайских дизелей VHI WP-10. По просьбе автозавода РИАД имплантировал новое сердце вездеходу 43-118. Сейчас машина проходит заводские испытания, а в июле новинку ждет сертификация. Уточним, что дизель VHI WP-10 – продукт эволюции лицензионного австрийского двигателя Штайр. В гамме версии есть варианты отдачи до 400 сил, так что этот мотор можно ставить на самые разные грузовики. Ходят слухи, будто сборку рядного китайца могут наладить на мощностях СП КАМИНСКАМА. К слову, в Тутаеве Ярославской области работает другое СП между ВИЧаем и КАМАЗом. Но там собирают агрегаты большой мощности, что преимущественно монтируется на стационарной установке.